Как его чтили сподвижники? Клянусь Аллахом, я не видел ни одного царя, которого окружение почитало бы так, как сподвижники Мухаммада почитают Мухаммада. Клянусь Аллахом, если он сплевывал, и капли его слюны попадали на ладонь кого-либо из людей, этот человек обязательно растирал их по своему лицу и коже. Когда он повелевал им что-нибудь, они спешили выполнить любое его веление. Когда он совершал омовение, они были готовы сражаться друг с другом за оставшуюся после этого воду. И если он начинал говорить, то они замолкали перед ним, и они не смотрели на него прямо, проявляя особое почтение к нему. Его нрав с Аллахом Абдуллах ибн Аш-Шихир рассказывал Его отвага Али ибн Талиб ради Аллаху Анху сказал Когда сражение усиливалось, и две группы сражающихся встречались в битве, мы искали защиты, приближаясь к посланнику Аллаха, и никто из нас не был ближе к врагу, чем он. Его богобоязненность Пророк, саллаллаху алейху ассалям, сказал Клянусь Аллахом, поистине, я больше вас боюсь Аллаха и больше вас остерегаю сего наказания. Лучшие отношения к семье Пророк, саллаллаху алейху ассалям, сказал Лучшие из вас это те, которые лучше всего относятся к членам своей семьи, а я лучший из вас отношением к своей семье. Его стыдливость Абу Саид Аль-Худри ради Аллаху Анху сказал Посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, отличался большей стыдливостью, чем девушка, сидящая за занавеской. И если он видел что-нибудь такое, что было ему не по нраву, мы замечали по выражению его лица. Выбор легкого Аиша, ради Аллаху Анха, сказала Когда бы не предлагали посланнику Аллаха на выбор одно из двух дел, он неизменно выбирал более легкое, если только оно не являлось греховным. А если было бы в нем что-то греховное, то он держался от него дальше любого из людей. Не мстил за себя лично Аиша, ради Аллаху Анха, сказала Посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, никогда не мстил за себя лично, но мстил за Аллаха, если нарушался какой-либо запрет Аллаха Всемогущего и Великого. Не порицал еду Аиша, ради Аллаху Анха, сказала Посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, никогда не порицал какую-либо еду, если он желал ее, то ел, а если не желал, то оставлял. Принимал подарок Аиша, ради Аллаху Анха, сказала Посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, принимал подарок и давал взамен тоже что-нибудь Не ел милостыню Пророк, саллаллаху алейху ассалям, сказал Поистине, семейство Мухаммада не ест то, что дается как милостыня Смиренность Сказал Укба ибн Амир Однажды к пророку, саллаллаху алейху ассалям, пришел один человек и обратился к нему И вдруг во время разговора его голос начал дрожать от волнения И пророк сказал ему Будь спокоен, ибо поистине я не царь, а всего лишь сын женщины, которая ела сушеное мясо Помощь домочадцам Алиасвад ибн Язид сказал Я спросил Аишу, ради Аллаху Анха, что пророк, саллаллаху алейху ассалям, обычно делал дома Она сказала Помогал домочадцам по хозяйским делам А когда наступало время молитвы, уходил на молитву Он не обращал внимания на невежд Передаются слов Абу Хурайры, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, сказал своим сподвижникам Разве не удивляет вас то, как Аллах отводит от меня поношение и проклятие курайшитов? Они подвергают поношение Музаммама и проклинают Музаммама, а я Мухаммад Его правдивость Абдуллах бин Масуд сказал Рассказал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, который является правдивым и достойным доверия Его отношение к слуге Анас, ради Аллаху Анху, сказал Я служил посланнику Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, десять лет И он ни разу не сказал мне уф И когда я делал что-либо, он ни разу не спросил меня Зачем ты сделал это? Если же я не делал чего-либо, он ни разу не спросил меня Почему ты не сделал того-то?